Приветствую, друзья! Сегодня у нас на обзоре игровая мышка за 11 баксов. Называется она Vitsync T16. Но кто-то скажет, Саня, что ты говоришь, игровая мышка за 11 баксов, да быть того не может. Да, да, конечно, я понимаю, что здесь сенсор не какой-то супер крутой, однако RGB-подсветка, DPA до 7200 и 8 программируемых кнопок, поддержка макросов, но в общем игровой задел все-таки у этой мышки есть и стоимость 10 баксов. Реально смешно для такой мыши. Поддержка софта, софт бесплатный. Собственно, Vitsync T16, мышка с заделом на игры и сегодня о них поговорим. Поехали! Ну по упаковке сразу понятно, друзья, что мы платим не за нее, то есть мы покупаем мышку и все деньги вложены в мышку, потому что здесь не наименование модели, не наименование бренда, то есть понятно только то, что это Wired Mouse и все. Ну, мышка хотя бы похожа на изображение. Коробка у меня вот так вот помялась. Что было в комплекте из интересного? Сейчас покажу. Так, это все фигня. User Manual и драйверы на компакт-диске. Друзья, я задолбался искать драйверы в интернете, я все-таки их нашел, я приложу их в описании к данному видео, потому что есть несколько иностранных обзоров на данную мышку, но драйверов там нет. Я долго искал, потому что у меня ноутбук без компакт-диска, я не могу их отсюда прочитать. Собственно, весь это немало, я приложу. Есть User Manual. В User Manual подробненько нам объяснили, тут чем-то измазано, это может я уже измазал. Подробно нам рассказали, где, что, как. Ну, в принципе, читать здесь особо и нечего. И непосредственно сама мышка. Мышка у нас USB, то есть проводная. Вот такой вот красивый штекер, длинный. Единственное, что некоторые люди говорят, что плохо, что оплетка не матерчатая у кабеля. Не знаю, мне все равно. У меня до этого была игровая мышка Блади. Короче, это было разочарование. Мышка мне очень понравилась, но когда я купил мышь, я не думал, что мне еще придется покупать программу. Я к этому был не готов, потому что программа стоит половины цены мыши. Здесь же я купил мышку и все. Программа бесплатна. Как делать макросы, я это все покажу. Собственно, самой мышки. Снизу есть кнопка. Эта кнопка у нас переключает цвета. Давайте я подключу куда-нибудь. Не знаю, заработает она от Powerbank или нет. О, заработает. Ну, отлично. Вот так вот это светится. Нажимаем на кнопочку. Вот эта нижняя кнопка, тоже об этом никто не говорит, она переключает типа расцветки. Хотя нет, здесь не переключает. Наверное, надо компьютеру подключить, чтобы переключало. В принципе, мы это посмотрим. Переключает различные виды расцветки. Здесь есть слайдеры, да, чтобы скользило. Ну и все, собственно. Вот так вот красиво все это подсвечивается. Есть типа подсветки, где она мигает, переливается. Жалко, хотел показать. Так, может что придумать. А давайте поступим вот таким вот образом. Я попробую подключить сейчас к смартфону мышку. В принципе, это же можно сделать, чтобы ноутбук не тянуть. Так, подключил мышу. Вот вы видите, как она красиво переливается. Так, нажимаем. Такая расцветка. Нажимаем. Пульсация идет такая. Еще раз. Вот так вот красиво. Видите? То есть, можно это переключать в приложение. Можно, в принципе, перевернуть мышку и переключать. Здесь, конечно же, подсветка это не самое важное в игровых мышках. Но все-таки, когда мыша вот так красиво светится, приятно. Нет, так мне не приятно. Сейчас еще. Тут есть два вида подсветки, которые мне нравятся. Вот это вот одна из них. Это по умолчанию стоит. Кнопочки. Во-первых, здесь вот прорезинено. Здесь прям резина. Это очень удобно. Очень классно. В Бладе такого у меня не было. Реально прорезиненные две части. То есть, я когда держу мышку, я ее прям ощущаю, что она у меня никуда не высказнет никак. Вот. Сверху колесико. Вот так вот оно движется. Тоже прорезиненное. Кнопки изменения DPI. Когда включена программа, он прямо на экране показывает текущее состояние. В общем, от 500 до 7200 можно их переключать. Можно их переназначить. Вернее, по умолчанию назначена 1200 до 7200. Но можно уменьшить до 500. Ну, собственно, вот так вот. Все под рукой. Мышка вот так вот ложится в хват. Достаточно удобно. Сбоку есть еще три кнопки. Вот эта кнопка по умолчанию это тройной выстрел. Ее можно переназначить. Я переназначил ее на паузу музыки. Мне иногда очень нужно переключить музыку, включить-выключить. А вот тройной выстрел мне нужен крайне редко. Собственно, вот что еще любопытно. Вот эта кнопка, она текстурно отличается. То есть, даже если ты не смотришь, ты все равно отличишь, где какая кнопка. Это очень удобно. За 11 баксов, друзья, это просто, просто бомбезна, на мой взгляд. Что еще могу сказать? Ну, здесь изменяется, конечно, настраивается частота опроса сенсора. Это мы все в приложеньке посмотрим. Вот так вот выглядит мышка, что здесь написано. Модель T16, серийный номер, 5 вольт, 150 миллиампер. Собственно, вот такая вот мыша. Очень классно, что она стоит дешево. Конечно же, друзья, не стоит мечтать здесь о каком-то гиперсенсоре, который стоит на мышках там за 10, за 15 тысяч. Ну, конечно же, этого не будет. Но, с другой стороны, макросы есть и есть. Изменять DPI есть и есть. Что еще нужно? Частотку опроса тоже можно поменять, красиво светится многим за глаза. Вот лично мне, я не игрок. Сразу говорю, я не игрок, но поиграть иногда люблю. То есть, я вот прошел Ведьмака полностью и вчера закачал наконец-таки Skyrim. Сейчас вот закончу с обзором, пойду дальше продолжать. Увы, друзья, не играл в него. Как-то вот мимо меня он прошел. Некогда тогда было. А вот сейчас вот для этой мышки специально его закачал. Классно, что замечательно лежит в руке. Вхват ложится великолепно. То есть, вот здесь вот это у нас soft-touch. Замечательно, все круто, прорезинено. Вот так вот щелкает. Левая, правая, средняя. Здесь они так вот, так, так. Даже звук у них разный. В принципе, даже по звуку можно понять, где что. Ну, собственно, Ведьмак Т16. А мы давайте перейдем к экрану, да, и посмотрим, как выглядит софт для нее. Софт бесплатный. Я его приложу. Реально, реально очень круто, друзья. Для 11 баксов безумно круто вообще. И в фотошопе я с ней поработал. И в видеоредакторе я на ней сейчас работаю. И скриншотики ей, то, что нужно, там, до миллиметриков. Выделяю. Очень-очень классная, точная и дешевая мышка. Ну, переходим, да. Ну, главное, друзья, вот так вот выглядит основной экран приложеньки. Есть настройки всех восьми кнопок. Здесь они помечены. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Left button. То есть, нажимаем и выбираем, что нам здесь нужно. Это левая, правая, средняя, вперед, назад, тройной клик, Firekey, Key Combination. Друзья, я на самом деле, все мне это особо не нужно. Я в макросах немножечко полазил. Вот, DPI+, DPI-DPI Loop. Но для DPI есть отдельные кнопочки. Мультимедиа. Здесь вот я поставил себе паузу. Очень, на мой взгляд, очень-очень удобно. И есть еще DPI Lock от 500 до 3500 почему-то. Что еще здесь есть? Профили. Можно назначить себе три вида профилей для разных игрушек. Добавить, удалить профиль. Есть DPI Setting. Здесь под разные цвета мы видим, собственно, разные DPI от 500 до 7200. Здесь назначено, что первая красная это 1200. Максимальная 7200. Сейчас стоит 2400. Мне 2400 обычно удобно. Подсветки. Здесь выбираем различные эффекты. Параметры мыши. Что можно создать? Чувствительность, скорость, двойной клик скорость. Все можно здесь выставить. И, конечно же, друзья, здесь можно выставить герцовку. У меня стоит 500. Можно поставить 1000 герц. Собственно, что еще? Макроэдитор. Ну, конечно, самый интересный макроэдитор. Создаешь макрос. Здесь Start Record. Ну и погнал записывать. Вот, соответственно, вот такие вот макросы получаются. Останавливаем запись. Ну и все. И этот макрос можно будет потом навешивать. Я, конечно, вот показалка создавать макросы. Много людей качает макросы для дорогих мышек. Для каких-то отдельных игр. Просто их используют. Все здесь подгружается. Все здесь удобно. Что, 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 что можно еще добавить? Да ничего особенного. Все здесь переключается. Все здесь настраивается. За 11 долларов получить такой функционал, это, конечно, очень-очень круто. Ну, давайте еще попробуем макросы. Key Combination. Тоже вот интересно. Key Combination я ни разу не использовал. Любопытно. Key Combination. Enter. Ну, тоже круто. Тоже здорово. Макроэдитор. Так, а где же была загрузка макросов? Insert Event. Кстати, можно на определенные события назначать. Это круто. Практически такое визуальное программирование у нас получается. А вот импорт макрос. Batch import. Batch export. То есть, все-все-все есть. Можно вот где-где ваш макрос. Все это назначить. Да. Все имеется. Все круто. Реально. Особенно события. Это вообще великолепно. Я всем этим, признаюсь, не пользуюсь. Я не игроман. Ну, я понимаю, конечно же, что любой игроман. У него мышка там за 40 тысяч рублей. Там за 800 долларов какая-нибудь золотая. Но людям, которые просто любят поиграть, хотят поиграть. Вот этой мышке с ее возможностей. Ну, просто за глаза. Ну, просто их дохренище. За такую цену мега респект. Очень крутая. Я буду пользоваться дальше. После Blady, где мне надо было покупать отдельно программу по цене половины мышки, я этого не понимаю. Здесь купил. Стоит дешево. Стоит реально дешево. Для мышки это дешево. Для игровой тем более. А функционала тьма. Ну, в общем, вот таким вот образом. Ну, на этом, друзья, все. Подписывайтесь на канал. Смотрите другие видео. Ставьте лайки. Рекомендуйте друзьям и всякое такое прочее. Это были Wixing T16. Игровая мышка. Ну, и мышка с заделом на игры. Вот. Отличная мышка. За свои деньги это просто бомбезная мыша, на мой взгляд. Мне она нравится даже больше, чем моя Blady, которая была. Тем более, у нее бесплатный софт. Тем более, она полностью настраиваемая. Красиво светится. Ночью вообще шикарно. Ну, всем спасибо. Всем пока-пока. Ссылочку, конечно же, положу в описании.